Восьмилетним мальчишкой Росима привел отец на первую тренировку по греко-римской борьбе. Уже тогда он понял, что добьется больших успехов в этом спорте. Более 15 лет борец выходит на борцовский ковер и занимает призовые места. За плечами Росима победа в турнире на призы Карелина. Был в тройке на Спартакеаде и в команде сборной России. И это далеко не весь список достижений. Недавно завершился всероссийский турнир памяти Александра Нестеренко, где спортсмен взял бронзовую медаль. Турнир памяти Нестеренко является одним из сильных турниров в России. Не знаю даже, какой турнир еще может сравниться с этим. Это юбилейный, тем более, был в этом году. И присутствовало более трех-четырех стран. И приехали достойные спортсмены. В каждом весе были и международники, и заслуженные мастера спорта. Почти все были мастерами спорта. Поэтому это является одним из сильных турниров в Новосибирске, да и в России вообще. Профессиональные спортсмены всегда рискуют получить серьезные травмы, которые могут негативно сказаться на здоровье. За две недели до соревнований на тренировках Расим травмировал ребра с двух сторон. Но даже это не помешало спортсмену стать призером соревнований. Успех побед Расима заключается в усердной работе на тренировках. Как отмечает спортсмен, для того, чтобы добиться высоких результатов на соревнованиях, нужно правильно и много тренироваться. Это пахота. Правильная пахота. Если ты пашешь, трудишься, полностью себя отдаешь этому виду спорта. Именно правильная пахота. Не просто безголового тренироваться и не думать о травмах, не думать о перегрузках. Это ни к чему не приведет. Правильная пахота. Методичная работа. Это в процессе. Это вместе с тренером. Правильная подводка. Это только приносит успех. Помимо тренировочного процесса, спортсмен должен уметь психологически подготавливаться к старту, отмечает Расим. Поскольку от внутреннего настроя зависит очень многое. Спортсмен может быть готов на 100%. И физические кондиции, и техника. Все у него может быть на уровне, на высшем. А если психологически не подведется, то считайте, что 50% дела он не доделал. И он должен уметь настраиваться, уметь, должен преодолеть тот барьер. Каждый спортсмен перед схваткой ощущает некий мандраж. Нужно уметь преодолеть этот мандраж. И перебороть. И вывести себя на ту турию, что ты должен на самом деле на максимум процентов отбороться, показать результат. Сейчас Расим восстанавливается после полученной травмы на соревнованиях. Но в скором времени планирует приступить к тренировкам и с новыми силами занимать призовые места.